А перед началом истории я бы хотел порекомендовать вам подписаться на телеграм-канал Crime All Stories, где для вас всегда будут собраны новинки от самых топовых каналов на True Crime тематику. Ссылка на телеграм-канал в описании и в закрепленном комментарии. Может ли совершенно нормальный человек стать безжалостным убийцей? К сожалению, ответ положительный, хотя это не всегда так. Большинство так называемых серийных убийц имеют в своем детстве физическое, психологическое или сексуальное насилие, которое часто приводит к тому, что они погружаются в мир жестоких фантазий, которые со временем развиваются пока однажды не начинают воплощать их в реальность. По мнению аргентинского психолога Беатрис Джамминг, когда ребенок растет в агрессивной среде, ему трудно отделить себя от окружающей обстановки. Насилие всегда остается для него недифференцированным внутренним и внешним фактором. Джемма Виктория Лили может быть хорошим примером этого. Она выросла в городе Стамфорд в градстве Линкольншир, Англия и была дочерью Ричарда, Лили и его жены. В возрасте шести лет ей был поставлен диагноз дислексия и она находилась в аутистическом спектре. Джемма была милым и умным ребенком с хорошей успеваемостью в школе и явными склонностями к искусству. Однако все начало меняться в ее жизни, когда ее мать пережила психическое расстройство. Она присоединилась к экстремальной религиозной секте и начала плохо общаться с Джеммой и ее братьями и сестрами, которые в свою очередь стали жертвами физического и психологического насилия. Например, их запирали на несколько дней в комнате, лишая еды и внимания. Ричард пытался бороться с ситуацией в течение двух лет, но в конце концов он разошелся с матерью своих детей и взял над ними опекунство. Некоторое время спустя он снова женился и прошло немного времени, прежде чем Джемма начала проявлять склонность к насилию. В возрасте 15 лет она начала писать рассказ под названием «Игровая зона», главным героем которого был серийный убийца по имени Сос, который вместе со своими помощниками-червями пытал и убивал своих жертв просто ради удовольствия. Она даже опубликовала свою историю в интернете под псевдонимом Синдемон. Хотя это и не было ему по вкусу, ее отец Ричард поощрял ее продолжать писать, поскольку считал, что это всего лишь работа творческого ума. Но Сос становился чем-то большим, чем вымышленный персонаж. Джемма начала отождествлять себя с этим именем в реальной жизни, и ее отец рассказывал, что когда девочка сердилась, она говорила «Сос выходит наружу». Но дело было не только в этом, а в том, что с некоторых пор Джемма была поклонницей фильмов ужасов. Ее любимым фильмом был «Кошмар на улице Вязов», а его звезда Фредди Крюгер был для девушки настоящим героем. В 2010 году в возрасте 18 лет Джемма решила уехать в Австралию. Ее отец Ричард попросил поддержки у старого друга, жившего в этой стране Роланда Хулка, который познакомился с девушкой в Англии и с радостью согласился помочь ей обосноваться в Австралии. Роланд принял ее в своем доме, но спустя некоторое время сказал, что девушка была не такой, какой он ее знал. Ее жизнерадостность исчезла, и она действительно была странной. Джемма больше не была веселой и милой девушкой, она одевалась темные цвета, а на ее теле начали появляться татуировки. На самом деле Джемма устроилась работать в тату-салон, а ночью работала кладовщиком в супермаркете. Она вскоре купила свой первый мотоцикл, а позже начала собирать коллекцию ножей. У нее заканчивалась виза на пребывание в Австралии, и она хотела остаться в этой стране, а для этого ей нужно было получить постоянное место жительства. Друг Гордон Гелбрейт, который жил с ее сестрой, предложил ей свою помощь, женившись на ней. Ричард приехал в Австралию на свадьбу своей дочери, которая была совсем не традиционной. Свадебное платье Джеммы было копией костюма убийцы из сериала «Декстер», а Ричард по просьбе дочери надел костюм Фредди Крюгера. И вскоре девушка начала называть своего ненастоящего мужа Уэйн, так как по ее словам он был похож на американского серийного убийцу Джона Уэйна Гэйси. Некоторое время спустя Гордон погиб в автокатастрофе, и Роланд помог Джемме купить и отремонтировать дом. И в тот момент ее жизнь приобрела новый смысл. В списке ее желаний была мечта, которую она должна была исполнить до 25 лет. Это лишить кого-нибудь жизни. Согласно тому, что она рассказала подруге, это было желание, которое становилось неконтролируемым. Подруга сказала ей, что убить человека трудно. На что девушка ответила, что нет, это не трудно сделать. Через друга своего бывшего мужа Джемма, который на тот момент было 24 года, познакомилась с Труди Леннон. Женщина была старше ее почти на 20 лет и имела троих детей. И несмотря на это, они обнаружили, что у них много общего. Труди была погружена в мир серию эротических практик доминирования и подчинения, где она играла роль покорной под псевдонимом Карвина. Вскоре женщина вместе с детьми переехала в дом Джеммы, который они крестили улицей Вязов. И в разговорах между собой они использовали свои прозвища – Сос и Карвина. Джемма нашла в труде послушного и верного спутника, чтобы воплотить в жизнь самый важный пункт в списке ее желаний – лишить кого-нибудь жизни до 25 лет. И к концу мая 2016 года они обе были готовы и полны решимости это сделать. В последующие дни они совершили несколько визитов в магазины, чтобы купить инструменты, которые, по мнению Джеммы, могли понадобиться. Циркулярную пилу, ацетон, отбеливатель, бочку и 100 литров соляной кислоты. Они даже проверяли эффективность кислоты на куске мяса. Не хватало только жертвы, и здесь услужливая Труди сыграла свою главную роль. Она знала идеальную жертву 18-летнего Аарона Паджича, друга одного из ее сыновей. Молодой человек жил на одной улице с Труди Леннон в течение 8 лет. Хотя другие источники утверждают, что сын Труди и Аарон вместе учились в профессиональном училище. У парня был синдром Аспергера, из-за которого ему было трудно понимать мотивы и настроения окружающих, что затрудняло его дружбу. Но он был одарен особыми способностями к работе с компьютером. Когда все было готово, Джема не могла больше ждать. И написала Труди сообщение, в котором говорилось. «Я чувствую, что не смогу успокоиться, пока кровь или плоть кричащей жертвы не хлынет и не растечется по земле. Пока все дороги и улицы не окрасятся кровью». На что Труди ответила. «Определенно, пришло время. Я готова, ты готова». В понедельник 13 июня 2016 года Аарон завтракал с Адриан Рид, женщиной, с которой он познакомился в церкви и в доме которого он жил некоторое время, когда у него зазвонил телефон. Это была Труди, которая приглашала его помочь ей с работой на компьютере, за что она ему заплатит. Конечно, парень был готов помочь матери своего друга и миссис Рид отвезла его в торговый центр в 10 утра, где его уже ждали Труди Леннон и Джема Лили. Вскоре после того, как они приехали на улицу Вязов, камеры наблюдения, установленные самой Джемой для охраны своего мотоцикла, зафиксировали, как Труди входит в дом, закрывает входную дверь и достает из кармана большой нож. Сосредоточившись на своей работе, Аарон не заметил, как сзади подошла Джема с проволочной пилой, которую она тут же обмотала вокруг его шеи и начала тянуть на себя. Но оружие сломалось и тут вмешалось Труди. Женщина попыталась обездвижить молодого человека весом едва 51 килограмм, который изо всех сил пытался освободиться. Но Джема быстро выхватила нож и напала на Аарона, нанеся ему три удара в грудь и шею, тем самым оборвав его жизнь. По неизвестной причине женщины отказались от своего плана избавиться от трупа с помощью соляной кислоты и вместо этого перенесли тело в комнату, которую они очевидно подготовили для пыток, покрытую пластиковым брезентом. Затем они вырыли неглубокую яму на заднем дворе, куда положили завернутую в простыню тело Аарона, накрыли его синим брезентом и, наконец, положили поверх него плитку. После чего привели в порядок место преступления, для чего, очевидно, пришлось вырезать целый участок обильно залитого кровью ковра. Когда на следующий день Аарон не вернулся домой, а миссис Рид не могла найти его в местах, которые он часто посещал или связаться с ним по телефону, женщина обратилась к властям, чтобы заявить о его пропаже. В то время как Джема была в эйфории после исполнения своей долгожданной мечты и отправила Труди сообщение, в котором говорилось следующее. «Я вижу то, что никогда раньше не видела и чувствую то, чего никогда раньше не чувствовала», на что Труди ответила просто «не за что, сос». Но ничто не могло успокоить волнение Джемы, и она не могла не похвастаться коллеге в супермаркете, что наконец-то достигла своей мечты. А когда он спросил ее, что она имеет в виду, она взволнованно рассказала ему обо всем, что сделала. Мужчина, выслушав ее признание, обратился в полицию. Тем временем власти уже обратились к общественности за помощью в поиске молодого человека. Они запросили и проверили записи телефонных разговоров Аарона и обнаружили последний звонок, сделанный с телефона Труди, который привел их к адресу регистрации женщины. Это было началом конца счастья Джемы. Полиция проверила камеры наблюдения в доме и само жилище, и вскоре обнаружила странную комнату, обшитую брезентом. Джема спокойно отвечала, что ничего не знает о судьбе пропавшего молодого человека, и была настолько уверена в успехе своих действий и превосходстве над полицией, что сама показала им двор, где плитка была положена на труп Аарона. 20 июня, имея на руках постановление суда и необходимое оборудование, следователи прибыли в дом женщины и, сняв недавно уложенную плитку, обнаружили останки парня. Как позже установил судмедэксперт, ножевые ранения, нанесенные Джемой, пробили печень, легкая и яремную вену несчастного Аарона. На его шее остались следы от неудачной попытки удушения, а на руках и кистях было несколько защитных ран. Джема Лили и Труди Леннон были арестованы, и через два дня им были предъявлены обвинения в убийстве. После ареста каждая из женщин пыталась спасти свою шкуру. Труди утверждала, что она не участвовала в убийстве, но была свидетелем и помогала спрятать тело. А Джема была более категорична, заявив, что ее даже не было на месте преступления, что в последний раз она видела Аарона, когда он сидел за компьютером, а затем она ушла в свою комнату и спала до следующего утра. Однако позже девушка признала, что помогла закопать тело. Об их разговоре в сети, оружии и других вещах, найденных в доме, женщины утверждали, что все это было связано со сценами, которые Джема собиралась описать в своей книге. Судебный процесс против Джемы Лили и Труди Леннон состоялся в октябре 2017 года в Верховном суде Западной Австралии, где обвиняемые признали себя невиновными. Но в течение трех недель совокупность представленных доказательств была убедительной. Они включали показания миссис Рид и коллеги Джемы, а также записи с камер наблюдения в торговом центре, куда женщины пришли за Аароном, записи дома, где он был убит, записи, зафиксировавшие, как они покупали товары, готовясь к убийству, следы крови и другие улики, обнаруженные в самом доме. А также откровенные сообщения, которыми обвиняемые обменивались в дни до и после убийства. В ходе слушаний было представлено письмо, которое Джемы Лили написала актеру Роберту Ингланду, сыгравшего ее любимого героя Фредди Крюгера в фильме. В части письма она писала «Как ни странно, я всегда воспринимала Фредди как отца. Папа Фредди почти мой ангел-хранитель. Все в мире прекрасно, если я могу обнять Фредди». После трех недель слушаний присяжным потребовалось менее трех часов, чтобы признать Джему Лили и Труди Леннон виновными в убийстве молодого Аарона. Пердикт судьи был вынесен 28 февраля 2018 года, и обе были приговорены к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 28 лет. Во время вынесения приговора судья Стивен Холл назвал это убийство отвратительным с моральной точки зрения и отметил, что обе несут равную ответственность. «Нет никаких сомнений в том, что вы обе намеревались убить мистера Паджича. Ничто не указывает на то, что кто-то из вас испытывал хоть малейшее угрызение совести засадейное». Мать Аарона заявила после слушания, что обе женщины – отвратительные животные, которых ни в коем случае нельзя выпускать на свободу. По словам психолога Брэда Джонса, полиции удалось поймать тех, кто, несомненно, стал бы парой серийных убийц. Джема Лили не сдавалась и в апреле 2019 года обжаловала свой приговор, но апелляция была отклонена в октябре того же года. Через пару месяцев после суда женщины снова оказались в новостях. В случае с Джемой стало известно, что она начала любовную связь с другим заключенным по имени Мелан Этвуд, еще одним осужденным убийцей. Когда об этом стало известно, их развели по разным тюрьмам. Тем временем, 1 января 2018 года, Труди Лена находилась в тюрьме в очереди на получение лекарств, когда другая осужденная по имени Форест вылила на спину женщины 2 литра кипятка, причинив тем самым ожоги третьей степени на 21% ее тела. Перед повторным судом Форест признала себя виновной, заявив, что действовала из злости на преступление Труди. Это событие вызвало реакцию Дэнни Грина, бывшего чемпиона мира по боксу и активиста борьбы с насилием, который в социальной сети приветствовал нападение на Труди Леннон, заявив, «Я снимаю шляпу перед тем, кто совершил этот поступок. Я устал от нашей гнилой конституции, которая навязывает закон в руки общества. Этот бедный молодой человек закончил свою жизнь просто непостижимым образом». Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.